Ну все, это поднявку, я думаю, будем проводить с вами раз в неделю и общаться, то есть и конкурс, я думаю, если все нормально будет получаться, если не будет получаться, будем продолжать этот конкурс, который мы начали, марафон по рекрутингу, чтобы, как сказать, будем, как говорится, продолжать. Нам интересно тоже это направление, именно то, что рекрутирование, смотрите, как именно, какими методами работать, я вас учить не буду, как правильно работать, там, в соцсетях, почему, потому что это все есть в записи, для этого создано обучение, углубленное по инстаграм, по контакту, по одноклассникам, все, наверное, об этом знаете, то есть мы это перебирать не будем, просто я буду давать такую информацию, если вы ее будете принимать так, как нужно, то есть воспринимать, вернее, так, как нужно, у вас будет рост и будет более эффективный рекрутинг. В основном люди, которые работают и куда-то не получается, ну, именно действительно работают, то есть выполняют нужный охват, ну, у них вроде бы и общаются хорошо. Сразу же говорю о том, что каждому активному рекрутеру у вас, прежде всего, рекрутирование должно проходить никаких лишних мыслей. То есть получится, не получится, вот вы, как лидеры, то есть создали вы количество стринчей, вот как мы говорим, 50, например, стринчей каждой соцсети, да, и работаете с них раз в 5 дней. То есть делать нужный охват, там, в принципе, так примерно и уходит, то есть 300-500 охвата, если проходить, по 10 стринчей в каждой соцсети. Ну, почему у меня некоторых не получается, потому что они слишком много задумываются о том, что получится у меня, не получится, так ли я делаю, не так ли делают, и начинают экспериментировать, там, что-то свое придумывать, может, вот так вот, относитесь к этому проще. То есть ваша задача, именно, если вы рекрутируете, сесть за компьютер, да, и приглашать людей, приглашайте, друзья, тем, кто принял, отправляете приглашение, ну, наше предложение, тем, кто откликнулся, сказал, да, я хочу информацию, выставили ссылку на рекрутинговый сайт, потом уже, кому выслали уже, просто человека спросить, вам понравились условия, то есть, если человек не отвечает, но идти дальше, то есть, не нужно пытаться, ну, вот, когда человек, вам ничего не ответил, не нужно пытаться тем, кто, кому выслали ссылку на сайт, вообще что-то писать. Вот один раз написали, понравились, что если человек не ответил, все, пошли дальше, то есть, не тратьте время свое личное на то, чтобы человека пытаться уговорить, поменять его точку зрения и тому подобное. Да, там есть, которые задают наводящие вопросы, с ними, как бы, можно и нужно общаться, но не пытаться поднять, как говорится, лежачий камень, то есть, под лежачий камень вода не течет. И все, просто ваша задача, как можно большему количеству людей дать информацию. И вы пишите, не стесняйтесь вопросом. Прежде всего, рекрутинг, вот некоторые говорят, то, что рекрутинг важно качество, а не количество. Я 50 на 50 соглашаюсь с этим, почему? Потому что, во-первых, ну, некоторые не всегда могут сразу же быстро научиться находить активных людей. То есть, да, это есть такое, что такое активный человек, то есть, который сделал заказ, во-первых, сразу же по условиям, пришел обучение, начал рекрутировать, начал получать уже регистрацию. Вот это активный человек. То есть, если человек просто сделал заказ, это еще не активный человек, он еще недоработанный человек. И вот, чем больше вы обойдете людей, чем больше вы найдете регистрации, тем лучше у вас будет рост. То есть, это важно. То есть, все равно, поначалу, как ни кути, у вас начнется, как некоторые говорят, перепись. Но это не перепись, но это вам дает возможность найти тех лидеров, которые пойдут с вами. По рекрутингу, в принципе, я закончил. Дальше. Прежде всего, с лидерами. То есть, вы его зарегистрировали. Здесь в чате уже написали то, что понравилось то, что человек нужен, прежде всего, созвон. С человеком. Прежде всего, вы должны понимать то, что лидерские структуры строятся на доверии. То есть, ваш первый звонок с человеком, когда вы просто будете общаться с ним, да, вот, просто позвонились, пообщались, рассказали, во-первых, о себе, рассказали, что бы он делать, да, по заказу рассказали. И просто познакомились, как с ним. То есть, настроили коммуникацию, то, что, чтобы он понимал то, что вы такой же человек, не бойтесь звонить. Во-первых, для чего это вам нужно? Когда у вас уже будет структура, вам легче будет созвониться со своей структурой, и вы уже будете спокойно отнестись, и вам легче с ними будет общаться. Почему? Потому что вы с человеком с этим созвонились в самом начале, он не будет бояться в следующий раз там с веб-камерой ответить, там, поговорить. Это важно. Почему? Потому что этот путь идет к командообразованию, то есть, о чем мы поговорим чуть-чуть позже. Вот именно созвон, вы должны именно с человеком настроить на то, чтобы он не боялся вас, то, что он такой же человек, и то, что вы такой же человек, как и он, и чтобы... Здесь, Лен, здесь общение может быть разное. Почему? Потому что всю информацию, если вы пришли обучение, вы знаете. То есть, вы просто боитесь то, что вы не знаете. То есть, нужно не пытаться его затянуть, просто с человеком созвонились, познакомились, рассказали там, для чего нужен заказ, там, ответили на его вопросы. Вы боитесь то, что вам вопросы некоторые боятся, что задут вопросы, которые вы не сможете ответить. Это нормально, это у нас тоже такое было. Ну, в принципе, ко всем находили вопрос. Ну, здесь у одной грудничок, у другой работают. Ну, здесь ничего страшного, то, что работа не работает. Ну, у нас многие есть директора, которые открыли директорство, работая только с телефоном, потому что у них ноутбука не было. Представьте то, что у человека есть компьютер, но он там предпочитает смотреть сериалы, играть в игры. Ну, а другой с телефона, я хочу работать, я хочу зарабатывать и достигают успехов. То есть, то, что там грудничок, это, извините меня, у большинства людей груднички, ну, у нас, да, у нас Вика с детства была дочка такая сумбурная, да. Ну, у большинства некоторых, сколько говорили, то, что дети до полугода у них спят, только поменяешь все, что нужно, чуть-чуть посидел и на руках дальше спать. То есть, почему здесь просто человек, это для некоторых вот это вот, что грудничок, это у меня грудной ребенок, у меня нет времени, это отмазка, то есть, для некоторых это наоборот, у меня ребенок, мотивация. То есть, смотря как человек, как относится к этому. Здесь просто с человеком, ну, например, человек хочет созвониться, но, например, ребенок еще не спит или спит, то, что она не может говорить, когда он спит, просто скажите такое, вот, когда будешь готов, звони, я отвечу. То есть, я, например, свободно сегодня, я смогу ответить, и все. То есть, с человеком именно первый звонок, это важно для именно настройки коммуникации. И чтобы потом вам было небоязно уже созваниваться с этими людьми, во-первых, вам, и им будет проще созваниваться, потому что у вас уже был первый звонок. Для чего, вот, вы созвонились, да, дальше идем, обучаемся, вы с человеком проходите обучение, то есть, есть какие-то вопросы, иногда, ну, человек, ну, не понимает, если, сразу же говорю, все равно, если у человека есть скайп, вы всегда берите скайп и общайтесь по скайпу, потому что там есть демонстрация экрана, здесь как ни пути скайп висит, но демонстрация экрана там есть, и, ну, даже если не скайп, то есть в Вайбере тоже трансляция экрана, там тоже можно с человеком созвониться, показать, как вы работаете, что-то непонятно объяснить, чтобы это было не только на словах, но и наглядно. То есть, по мере обучения, не бойтесь созваниваться, потерять, не потерять время, а вложить время на тех людей, которые просят у вас информацию. Ну, через телеграм, да, можно через телеграм созвониться, это, в принципе, тоже, ну, неплохой вариант, но когда что-то нужно показать, легче всего, пока в телеграме нету демонстрации экрана, проще, например, вайбер, еще созвониться, чтобы показать. Ну, вот, а, ну, если есть, то я, значит, я отстал, то есть, значит, я динозавр, и уже этого не помню, не знаю. Далее, вот когда вы обучение уже проходите, да, у него будут вопросы по реку Тимбл, что-то не получается, чтобы вы посмотрели, что он делает так, может, что-то пишет не так, отвечает не так человеку, это тоже созвон, то есть, если человек заинтересован в росте, он хочет рост, он вам мозг выест, но добьется обращать на тех вниманий, которые действительно работают и которые действительно хотят роста, то есть, которые за информацию, ну, вас будут теребить, теребить и теребить, когда человек уже, у вас, люди начинают появляться, вот, активные, да, некоторые создают свои чаты, да, вот сейчас вот, скажу проще, особенно по своей чаты, которые именно веточные, это хорошие чаты, но ваша задача, во-первых, для того, чтобы этот чат начал вам приносить какую-то пользу, во-первых, вам нужно научиться рекрутировать, находить активных, то есть, вы нашли активных, вы добавили их в чат, если у вас активные есть, чтобы они задавали вопросы в этом чате, то есть, вот, именно, даже когда у вас еще ниже лидеры появятся, чтобы вот эти лидеры, которые, например, над ними тоже писали все вопросы в чат, вот, видите, если вопрос, он пишет, то, что это можно в чате написать, скажи человек, чтобы он передрисовал это в чат и уже там отвечать, почему-то плюсом станет вам, потому что, вот, да, вот эта вот взаимопомощь друг к другу, она встает плюсом, почему, потому что это помогает организовать команду, то есть, чем живее чат, то есть, если вы сейчас, вот, например, смотрите, некоторые, вот, да, у моего директора есть чат, но я туда ничего не пишу, все вопросы пишите туда, во-первых, почему, я так говорю, написав туда, вам директор отвечает, и это видит весь чат, туда же вы добавляете уже своих новичков, чтобы они потом не боялись писать в этот чат, а именно видели то, что здесь есть поддержка, чтобы они тоже туда писали, не боялись писать, и вот, 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 командная поддержка, когда начнется сильная, вам самим легче будет сопровождать этого лидера, вообще, даже свою структуру, почему, потому что один помог этому, один помог другому, третьему, и это видит весь чат, то есть, потом уже на этот вопрос, некоторые новички не будут задавать вопросов, почему, потому что они уже знают ответ на этот вопрос, и все, то есть, вот, вот это вот, именно в чате нужно быть, там, года директор, да, директорском, нужно быть активным, помогать, во-первых, новичкам, то есть, видели вопрос, там, не закрылись телеграма, ответили человеку, пошли дальше, то есть, и вот так вот, все по одному, и завязываться, именно переписка в чате, командная поддержка, когда, например, 200 человек в чате, да, один новичок задал, там, директор, лидер активно ответил, все 200 человек это увидели, то есть, вот это вот, означает то, что, даже в чатах идет обучение этих же новичков, почему, потому что, отвечать на вопросы, они потом, оп, они потом поняли, этот вопрос, они уже задавать не будут, некоторые новички боятся задать вопрос в чат, так как думают, что вот это нелепый вопрос, он такой, вроде бы, мелкий, но, если, есть, такие новички, которые задают вопросы, не боятся, и он увидит, ответ на этот вопрос, все, там у него от души отлегло, он потом уже сам начнет задавать такие вопросы, почему, потому что он видит, что на них отвечают, так, у нас здесь, Лена, походу, не 30 человек, мы с тобой вдвоем, лучше здесь Оксана Самарская немного, то есть, задавайте вопросы, не бойтесь, если вы сейчас не зададите, потом будет поздно, по поводу, как раз, команды образования, именно, я вам, поэтому говорю, если вы создаете чаты веточные, да, есть, почему, потому что мы уже строим веточки, да, вниз, и, ваша задача сейчас научиться находить активно, вот, если реально, вот так посмотреть, для того, чтобы веточка активно росла, нужно, запомните, вот даже у нас, 5 активированных заказов в каталог, 5 человек, если вы научитесь вести эту веточку, вот, например, минимум, 5 человек, вы научились вести, вы сможете активно вести ветку, вот, даже вот так, мы смотрим, мы сами свою работу анализируем, вот именно, 5 регистраций мы вносим, веточка растет, растет буквально 3-4 каталога, ветка на 12%, почему, потому что, во-первых, мы зарегистрировали, мы их начинаем обучать, мы их добавляем в чаты, познакомим с командной веточкой, чтобы они там тоже общались, так, сейчас я их струну, в вашем институте, ну, если есть такие, то, можете написать, так, ну, проведем, беседу и уже с человеком поговорим, что он, если как-то не так ведет себя, чтобы больше так не писал, так, я так понимаю, если человеку отправил регистрационный фон, он не заполнит данные, стоит ли написать даже малку, ну, смотря с какой стороны посмотреть, если, кто-то пишет, я лично не пишу, мне нужны люди, которые, да, можно один раз написать, вот, я же про это говорю как раз, то есть, там, посмотрел ли он подробности, понравились ли условия, там, ну, вот такой вот, чтобы человеку ввести на разговор, если человек ничего не отвечает, идем дальше, то есть, но, бахтянки там, мы даже малки, я лично никуда не пишу, я просто спрашиваю, по-человечески, то, что, то, если не понравилось, отпишитесь, и все, то есть, если человеку дал информацию, хорошо, придти, да, видимо, это ее уже, наставник немного, уже, смеет, так я спрашиваю, да, нормально, так, я отправляю именно картинками во всех соцсетях, то есть, меняю название картинки периодически, отправляю, и саму картинку я смотрю, там, какие-то создаю, смотрю, как они работают, то есть, нравится ли мне, это как люди на них развлекаются, да, общайтесь простым языком, не нужно никакие картинки, не нужно какие-то обещания писать, вы, прежде всего, вы должны, вы пришли сюда, вы, чувак, вы пишите предложение, воспринимайте, как вы даете человеку возможность, то есть, а его уже дело, принять эту возможность, или отклонить, то есть, вы выступаете в роли работодателя, вот, даже если взять на пустой работе, да, когда вы приходите, у вас работодатель облизывает с ногу до головы, чтобы он к вам пришел, чтобы вы к нему пришли работать, задайте себе вопрос, и можете написать, отчасти облизывают, или посмотревающего, выбирают вас, и говорит, нет, вы там не подходите, или не подходите, чаще всего, такое бывает, что нет, вы не подходите, почему, если у вас, например, даже высшее образование, ну, да, но здесь, вы не должны смотреть с высока, вы должны это воспринимать, так, как нужно, то есть, вы должны просто, вы даете возможность человеку, то есть, и все, то есть, нет, нет, да, да, все, так, есть, есть человек, пишет, мне неинтересно, ну, да, если вы предлагаете только бизнес, то вы можете, человеку отказавшемуся, предложить дисконт, предложить, посмотреть каталог, чтобы человек уже посмотрел его, и тогда уже решит, регистрироваться или нет, я смотрел, твое видео, обратил внимание, что ты меняешь, как картинки, а, ну, я пришел, буквально там, вот, который, если ты недавно смотрел, буквально, три странички, от этого не заблокирует, что делать начинаем, причем, как с клиентами, так и со своими консультантами, смотри, пример даже лидера, ну, который у нас работал, не буду там дальше укупляться, она ко мне обратилась, вот, она тогда застряла на 19%, фу, не 19%, а на 9%, говорит, вот, у меня веточка, я ее регистрирую, зарегистрировала, там они стоят на месте, они не работают, они не то-то-то, и такой разговор был раз за три, на третий раз она поняла, я ей сказал, то, что зачем ты ждешь человека, который, во-первых, прошел обучение, который, и ты начинал обучение, но почему-то не получилось, твоя задача, найти под них, таких лидеров, которые придут и будут работать, которые не будут ждать, то, что там, то у них, то у них, то у них, то у них, найти тех лидеров, которые придут и начнут расти, и все, а те, которые вот молчат, знают, как работать, они потом или потянутся, или так же умолкнутся, она потом начала работать, 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 и все, у нее пошло, она открыла директора, старшего директора, потом серебряного директора, то есть человек начал искать именно не поднимать лежачий камень то есть не нужно его поднимать нужно идти тех которые сами действуют и не уже снизу поднимут тех кто действительно хотя бы хочет зарабатывать и как бы их толкать вверх не знаю как у нас уложиться начал все понимать минималку старствую подачили как уже крутится придумать ну здесь наемно работает палка о двух концах здесь работодатель заинтересован в том чтобы вы работали как можно больше но за те же деньги ему или возможно даже за меньше но это с 8 до 12 ночи это что-то уже перебор за 20000 я вот когда работал тоже на 8 дневку работал 25 выходила примерно но я работал осенью здесь вот вы должны понимать то что работа по найму это да сейчас рабство это она и был то что выйти с со времен рабового владельчества ничего не изменилось сейчас грубо говоря раб может поменять место плантации тогда у него не было такой возможности но сейчас дают столько денег чтобы людям хватило на нас то чтобы приехать на работу покушать заплатить за коммунальные услуги одеться все и так 80 процентов населения расскажите ну вот я рекомендую то что с утра если с 10 утра до 3 часов дня потом с 3 до 6 не очень время такой люди если брать тот добираться еще с работы да кто-то вот только закончилось поедет то есть 3 до 6 по московского времени если брать да то можете просто заняться обучением своей структуры или чем-то другим то есть создание картинок создание страничек с 6 до 12 можете дальше рекрутировать 6 вечера до 12 ночи по москве я вот сейчас говорю по по москве то есть ну все зависит от региона по которому ты например если ты работаешь по городу смотри сколько у них времени чтобы люди находились дома смотрите ну мне почему нравилось это когда я уволился с работы нравилось очень работать в утром почему с 10 а потому что там находят в интернете находятся те люди которые больше всего находятся в интернете это мамочки в декрете те кто в отпуске там у кого есть свободное время там ну короче вот такие вот люди утром находится уже после 6 вечера там приходят с работы вот сейчас вот ваша задача как именно лидеров хотите роста увеличивать охват хотите чтобы у вас зарплата выплаты в компании если находите активны найдете своих активных научите их находите своих активных вот это вот все по цепочке именно передавать нет в инстаграме у меня просто робот добавляет все у меня там опять страничек который просто я добавляю картинки я там в директ в директ ничего не пишу никому то есть если кого-то заинтересует регистрации там за месяц у меня было порядка 5 штук что ли ну там активные партнеры которые сами попросились и в директ то что я хочу зарегистрироваться я хочу работать с вами то есть но я никому ничего не писал но это как нам в этом плане немного попроще почему потому что мы можем выложить ну контент который привлекает людей то то есть это например уже ну сравнимый с нашим уровнем заработка просто да у нас есть типа личного бренда то есть я просто добавляю у меня робот добавляет эти странички ну как бы добавляет людей и я ничего не пишу люди сами перед директ уже пишут у меня вот на телефоне все как бы эти странички забиты в мульти аккаунте то есть там 5 максимум не я просто отвечаю на вопросы то есть 10 утра по москве да нет лиза 10 утра в сибири это уже два часа дня во-первых да есть в одиннадцатом задании если вы делаете 50 баллов в чат вас добавляют чат автоматизации и уже учат как настраивать этого робота то есть у меня другой робот у меня он на простой принципе но он платный то есть вас там научат научитесь бесплатно настраивать робота да робота автоматизация у нас идет от 50 баллов группа у нас есть брендовая группа и все вот на наши брендовые странички группа в одноклассниках ну там но 30 тысяч подписчиков то есть ну люди периодически просятся но так лент после этого напиши или напиши лучше коли он тебе туда добавит и и вышли от инструкции ноты ссылки на автоматизацию нужно роботом вот я могу сказать по поводу робота это плюс как дополнительный метод трекутинга ну если у вас более 5 страничек будет то да нужно покупать по идее каждой 3 странички нужна вот дополнительная ну прокси то есть там прокси по 50 рублей стоит месяц ну вот здесь если у тебя 11 страничек в инструкции то есть здесь нужно будет прокси покупать ну минимум 3 штучки да напишите коли он добавит вас добавит в чат автоматизации и уже вы там сами будете решать но сразу же вам говорю используйте его как дополнительный метод трекутинга не перестаем рекрутировать вручную рекрутируем точно так же то есть нет основной страничке там принципе делать нечего если у нас тогда нужно создавать их робот пока только для инстаграм я могу посоветовать платного робота но для всех соц сетей но не знаю это уже по желанию то есть и вероятность блокировки роботом намного выше чем если вы будете контролировать свои действия сами руками то есть ну сразу же просто услышите меня то что если даже в автоматизацию попадете не ждите ахового результата что что у вас там из-за робота люди попрут нет да можно найти регистрацию можно найти активную регистрацию но это прежде всего дополнительный метод рекрутинга если ты сделал 50 баллов напишем регистрационный номер и напиши то что я хочу в автоматизацию и он тебя проверит и добавит так у меня еще 20 не звук поэтому хочу посоветовство ну вот смотрите даже сейчас я скучился но сейчас переживу сделал пять дней на страничках в этом и у меня люди сами добавляются но кто-то еще из тех на кого подписался робот добавляется человек наверно 10 в день человек 20 сами добавляются уже то есть страничка начинает раскручиваться уже без нашего участие что в принципе это нормально так ну вот ну я насчет этого точно не помню может так бросит то что ты регистрации смотри в этом обучении есть как отсортировать тех кто ну грубо говоря есть кто накручивает эти как его ну свои инстаграмы и чтобы убрать тех кто именно не активен то есть там есть как бы и именно будете работать по тем кто живые люди они роботы которые добавляются для числа подписчиков подписчиков ну вот и по поводу то что интересен не интересен ты можешь тем кто тебе добавился или взаимно взаимоподписался на тебя ты можешь справить им в принципе текст и что увеличит твой как говорится твои регистрации с этой социальной сети здесь это никто не запущает просто я работаю так то есть вы можете например тем кто на вас именно подписался уже написать в директ спасибо за подписку я вот такая 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 то придугает такое такое то то есть сами уже да запись будет то есть здесь если вот за счет ну не грубо говоря за счет спама увеличится количество регистраций молодец то что правильно то что я просто запускаю мне просто интересно то такая тема то что именно развитие страничек чтобы понять как эффективно но выкладывать посты вот именно это то что чтобы уже люди реагировали на личный бренд здесь даже вот как вот была переписка вот по поводу лена тебе написала ирина каменева да вот то что напишет личный бренд это у нас можно сделать но везде нужно работать здесь как ни пути люди что такое личный бренд прежде всего личный бренд это человек который сделал результат то есть но меня конечно чуть ли не падает со стола когда мне пишет человек который вообще на нуле даже в другой сети вот компании развивали личный бренд я работаю брендом да какой у тебя бренд вот сами смотрите здесь это смешно смотрится у меня 0 процентов но я работаю личным брендом ну личный бренд нужно развивать своевременно то есть по мере роста бренд это прежде всего результат то есть смотрят у тебя есть результат смотрят человек нравится не нравится то есть люди еще убирают то что если человек не понравился никому не за что не пойдут да это ну сразу же даже как вам сказать личный бренд он начинает работать где-то с уровня директора да как и у нас начало работать с уровня директора нам по этому уже по бренду начали люди потихонечку приходить приходить ну вот поток еще такой маленький был что ну как сказать на нем переставать рекрутировать даже смысла не было то есть а уже когда там серебро золото рубин уже начинали лучше 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 с бриллианта уже до люди начинают идти причем хорошо идти так что здесь нужно смотреть чтобы если переставать вручную рекрутировать нужно смотреть чтобы как минимум десять регистраций в клаптолог по бренду проходило это стабильно антон на 17 можно назвать ну да там если вы по разной аудитории идете по разному как говорится разных людей добавляет это и придут разные заинтересованы здесь конечно да ну я знаю что там с 12 15 центов можно это сделать будут идти да но не так как если у вас будет там уже например золотой директор рубиновый почему потому что там уже статус там уже фотографии дополнительным даст с маленького уровня просто идут меньшие люди как бы обращают внимание когда уже человек увидел то что вот человек ну хорошо зарабатывает ведет другой стиль жизни тот который например нравится человек он уже таких больше людей которые хотят хорошая жизнь так что он принципе так по поводу мы забрали с вами рекутирование рекутирование вы все это узнаете в обучении оно есть это я по десять раз по двадцать повторять не буду почему потому что и одно запомните поговорку везет тому кто везет то действительно работает то есть есть тот говорит то что я работаю а есть вот уберет и делает то есть в этом разница не нужно изобретать велосипед он уже есть ваша задача садиться и ехать сейчас вот мы с Анной открыли директора за пять месяцев сейчас открывает за два месяца за три месяца то есть быстрее нас открывает почему потому что есть готовая система уже работы то есть нужно просто поверить нее и начать работать 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 и вот вы создали странички нужно количество страничек дайте себе время для активной работы на этих страничках то есть дать себе три четыре месяца активного рекрутирования именно активного это уже через три четыре месяца вы увидите результат почему я говорю три четыре месяца еще здесь много кто здесь лена уже накопительный эффект то есть вы начинаете работать на страничках у вас через две-три недели начинает работать накопительный эффект если вы каждый день работаете на страничках почему что только накопительный эффект это вы когда работаете выкладываете новой фотографии на это у вас люди начинают там кому вы писали начинает обращать внимание начинает некоторые через полгода пишут и регистрируются работают потом активно вот именно те думающие начинают писать там некоторым отправили некоторые через два месяца только зашли следующий раз в этот на написали да хочу и зарегистрировались это нормально то есть ваша задача чтобы эти странички как бы жили то есть их не блокировали поэтому большое количество страничек и работаем раз в пять дней здесь как ни крути лень это двигателя прогресса почему потому что даже взять не хотелось вручную стирать придумали стерильную машину и все это вот вот все сейчас даже в прогресс идет на линии почему потому что жизнь человека чтобы упустить жизнь человека чтобы освободить и дать ему больше времени таблички нету но я примерно так по принципе там все зависит от свежести странички то есть если страничка уже месяц и два то можно по 600-700 человек добавлять то есть подписываться отписываться 500 если в контакте то там лимит идет 50 в сутки по-моему раз в 12 часов но советует 25-30 в сутки делать то чтобы не превышать и работать раз в 5 дней в одноклассниках здесь все зависит тоже от того как долго странички созданы и если идет систематическое превышение лимитов потом не дадут добавлять то есть здесь ну я советую тоже от 20 до 40 примерно добавлять людей но не с новой странички сколько надо охватить людей и сколько сообщений надо отправить при активном рекрутировании охват людей считается добавлением друзья подписки в инстаграме там надо побольше подписок сразу же говорю если взять контакты и одноклассники и фейсбук то это 300 человек добавление друзья это в среднем если вы работаете активно не сразу же будет одна регистрация а при накопительным эффект если вы будете по 300 человек каждый день в течение двух-трех недель делать у вас через две-три недели будет одна регистрация в день ну в контакте там уже отдельная тема то есть там действительно как бы проблематично так оках превышает просто друзья страничка стоит после 5 дней ну вот я по этой говорю то что нужно ее просто отстаивать если большое количество добавляете чтобы потом дало добавлять так в контакте я не говорю 52 человека там 50 лимит на 12 часов и вас там не дают можно через 12 часов повторите 50 человек но не стоит то есть 20-30 человек в сутки 10 страничек по 100 людей это да уже 1000 охват у вас если при накопительном эффекте если вы правильно общаетесь то это 3-4 регистрации примерно в день будет ну в контакте тебе выйдет сообщение то что не помню как нужно назваться мы сейчас по-другому то что там лимит превышен попробуйте попозже чтобы что-то типа такого в одноклассниках там тоже чтобы попробуйте попозже но там тоже это ты сразу же увидишь да и вот и насчет то что она сейчас мне напомнила если вы активно рекрутируете не стоит переживать то что например у вас там два три дня нету регистрации это нормально не бойтесь то есть в нормальном направлении идете главное идти 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 просто надо вот два три дня нету регистрации а потом за следующие два-три дня у вас до десяти регистрации это нормально вот я поэтому говорю просто рекрутинг он состоит из черных и белых полос то есть здесь не пригод не не угадаешь у нас также в начале тоже иногда неделю не было регистрации даже хотя мы растли а потом на следующий день неделю по две-три реги в день шло то есть это нормально не стоит из этого встраиваться просто нужно увеличивать и просто показывать рост своим новичкам регистрировать под них стоите структуры создавать команды и все будет у вас хорошо так ну принципе 50 минут мы уже прообщались с вами я оставлю на окончании принципе все что я хотел сказать я уже сказал вам думаю я этот разговор бы полезен давайте на следующих выходных да конечно мы уже заканчиваем ленбики давайте всем кто увидит запись этого вебинара там сразу же говорю пишите вопросы которые вы хотите не задать или они будут еще пишите пишите чтобы мы потом на эти вопросы вам ответили то есть взяли там вот появился вопрос титарочку взяли записали все давайте пока пока пока